Ну что, Лига Чемпионов UEFA возвращается, и мы начинаем с матча Арсенал-Порту. Первую встречу Порту провел просто сногсшибательно, победа со счетом 1-0, могли забивать больше. Но Арсенал все-таки непростая команда, тоже у них были моменты, но реализовать что-то не получилось. Вторая встреча будет непростая для Порту, потому что Арсенал начал играть стабильнее, Артета нашел ключ к команде, и вот они даже претендуют на чемпионство в Англии, и об этом мы поговорим позже. Давайте обсудим Порту, сейчас они идут на третьем месте в чемпионате Португалии, 55 очков в их активе, на втором Бенфика 61 очко, на первом Спортинг Лиссабон 62 очка. Предыдущие матчи играют следующим образом, 0-3 выиграли Порте Моненсе, 5-0 выиграли Бенфику, и между прочим, тренер был очень доволен поведением своей команды, сказал, что так радуетесь, как будто чемпионат мира выиграли в футболу, но потом он все решил в раздевалке. В Кубке Португалии четвертьфинала 1-2 выиграли Санта-Кларо, выиграли Жил Висенте 1-1, выиграли вот у Арсенала 1-0, это первый матч в 1-8 финала Лиги Чемпионов УЕФА, и выиграли 2-0 Эштрелло Амадоро. Я повторюсь, что чемпионат Португалии не слабый, действительно там есть команды, которые хорошо двигаются, и я даже могу сравнить с чемпионатом Германии, например, Борусия не так активно бегает туда-назад, как это делает Порту, там действительно качели, там физика, там техника, там передачи, там борьба и удары. И вторая встреча, даже на выезде для Порту может пройти успешно, они будут биться, грызг газон до последнего. И давайте переходить к Арсеналу, обсудим этот коллектив более детально, что они вообще из себя представляют, как они играют, они вышли на первое место в чемпионате Англии, у них 64 очка в активе. Вышли на первое место за счет ничьи Манчестер-Сити и Ливерпуля, вчера эта встреча игралась, тоже интересный матч, Ливерпуль мог набирать 3 законных очка, но пенальти арбитр не поставил. Не буду об этом матче, у меня есть отзор этой встречи на канале. Предыдущий матч Арсенал играет следующим образом, 2-1 Брэндпорт выиграли, уничтожили они Шеффилд Юнайтед 0-6, выиграли они Ньюкасл Юнайтед 4-1 и проиграли Порту соответственно. Во втором матче у Арсенала больше шансов выиграть и пройти дальше, все-таки Артета настроил команду на позитив, они стабильные, они забивают, они реализовывают, и в принципе я думаю, что у них все получится. Но матч будет сногсшибательным и интересным, я думаю, интереснее второй пары даже Барселона-Наполи. Ну и переходим ко второму матчу. Пишите свое мнение в комментариях и поддержите меня своим лайком, потому что контент я делаю ради вас. Ну и давайте про второй матч, это Барселона-Наполи. Сейчас итальянцы-Наполи очень плохо играют, они на спате, 7 место в чемпионате Италии, 44 очка в их активе. Матчи играют следующим образом, 1-1 с Торим, на 2-1 выиграли все-таки Вентус, 1-6 выиграли со Суоло, 1-1 с Кальяри, 1-1 с Барселоной первый матч в одной восьмой лиге чемпионов Ульфа, и 1-1 с Джино. Что можно сказать, что видим, что теряют очки с аутсайдерами, и где-то потеряли свой запал. Ну и в матче с Барселоной было видно, что у них есть проблемы, потому что групповой этап сериал Мадрид отыграли по-другому. Там была бойня, битва, и ничем не уступали. Здесь как-то немножечко сгорели. Посмотрим, что будет в этом матче, но Барселона, даже такая Барселона с таким хави, в принципе, сильная команда, и недооценивать их не стоит. По поводу Барселоны, как вообще они играют, они там соревнуются за второе место с Джироной, то выходят, то отстают потом от нее, потому что там все в притирку, но в принципе вот Джирону жалко, они потеряли вот стабильность, и не могут обыгрывать такие команды, как Реал и Барселона, очень спокойно. Да, Барсу там они загнали, а вот с Реалом не получается. Несмотря на напряженный график Реала, на ЛЧ, на чемпионат, они все равно на классе выигрывают свои матчи. Барселона 1-0 выиграла Малерку, 0-0 с Атлетик, Бильбао, 4-0 выиграли Кетапе, 1-1 с Наполи, с Эльта, Барселона 1-2, Барса выиграла, и 3-3 с Гранатой. Ну, в этом матче, мне кажется, Барселона действительно дальше пройдет, но все равно будет где-то интересно. Поэтому не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, ну и поддержать меня своим комментарием. Ну, можете, конечно же, захейтить, как это делают некоторые люди.